Затем, как расчищают в Донецке сугробы, будут наблюдать со спутника. Снегоуборочную технику коммунальщиков оборудовали специальными навигаторами. Как борются с непогодой по электронной карте, видела Елена Виток. Видите, здесь четыре посыпочные базы. Диспетчеры ДРСУ показывают схемы передвижения снегоуборочных машин. В этом году спецтехнику оборудовали навигаторами. Теперь за работой водителей, занятых в очистке городских дорог, коммунальщики наблюдают по электронной карте через спутник. Навигация, которая отслеживает, где находится в данный момент автомобиль. То есть дислокация по району, можно определить точки стояния, скажем так. Сколько он проехал километров, мы можем определить, какой расход у него. За рулем снегоуборочного ЗИЛа Василий Морозов. Водитель уверяет, встроенная навигация облегчает работу, ведь с ее помощью можно не только отследить скорость передвижения техники в снегопаде, но и связаться с коллегами. С GPS установкой в кабине оборудовали рации. В случае поломки или усиления непогоды водители могут вызвать через спутник подкрепления. Навигатор расположен в кабине под щитком приборов, он опломбирован. Помогает очень здорово, потому что диспетчер зимний, сидя здесь на месте, видит работу автомобилей по всему городу. Горисполкоме уверяют, на борьбу со снегопадами выведут не только отечественную технику. Расчищать город также будут снегоочистительные машины из Италии и Германии. Мы готовы вводить 70 единиц техники в одну смену, используя необходимые материалы, это и соль, и грандшлаг, и смесь, в общем объеме более 120 тонн, выполнили необходимые профилактические действия. По словам синоптиков, в ближайшие дни в Донбассе резкого ухудшения погоды ожидать не стоит. До минус 10 температура будет опускаться только в ночное время суток. Временами снег, на дорогах гололедится. Резкого похолодания не будет, постепенно ночью понизится температура. Елена Витых, Александр Шмырев и Виталий Бакайчук, телеканал Донбасс.